Нам всем кажется, что это безобидная шалость. Человек сидит и бурит. Правда, мы в 90-х годах, мы сначала были все советские, и все привыкли не нарушать закон. Как бы так все было получше. А потом у нас все это рухнуло. Мы как-то перестали воспитаться, а теперь мы собственную речку засрали. К сожалению, вы как чиновник не можете так говорить, я себе как журналист это могу позволить. Мы ее засрали. И вот это дядя Ваня, который переловил нашего толстолобика. А потом наши дети не могут в реку зайти, потому что по колено зеленка стоит. Но ведь мы же это сами сделали. Мы фактически его поощряли. Ведь его видели сотни людей. И сотни людей им могли позвонить. Но нам было наплевать. Мы не проводили прямую связь. Хотел бы я посмотреть, чтобы этот дядя Ваня где-нибудь в Европе так себя вел. Он бы вышел на берег и начал бы незаконным методом что-то там ловить. Он бы сел до конца своих дней. У них купаться нельзя там, где нельзя купаться. Не то, что там рыбу какую-то ловить и так далее. А мы с одной стороны хотим порядка, а с другой стороны мы сами смотрим на все правонарушения просто спустя рукава. Я сейчас скажу больше. Вот сейчас, наверное, тоже ваше мнение хочу узнать. Сейчас начали сильно зарыблять. Государство начало выделять много денег. И вот я слышу от моих знакомых, там счастливых, на Николаевском очень здорово стерлядка клюет. На Николаевском шлюзе. И народ туда, пол Волгодонская ездит, стерлядку бьет. Чистая уголовка, как я понимаю, там осетровых вылавливает. Ну, все счастливые приезжают по 10, по 20 стерлядок оттуда возят. Государство, получается, вкладывает деньги, выращивает этого сетра. Насколько я знаю, сейчас в Семерокорске, по-моему, в том или в этом году будет впервые выпуска белуги. Но мы можем их выпускать сколько угодно, если мы их выбиваем на ямах, если мы их выбиваем такими, как дядя Коля, да, там, ну, и так далее, и так далее. Да, то есть, ну, а смысл-то выпускать? Мне кажется, сначала надо как-то суметь охранять, а уже потом выпускать. А так вот, как бы, вот у Владимира Владимировича, вот у него есть какое-то такое мнение, что платная рыбалка быть не должна, поэтому мы должны зарыблять. Но мне кажется, что как не зарыблять, если не охранять, то все равно вытащат все, если мы сами это не осознаем. Ну, сначала, да, нужно, в общем-то, достучаться до сознания наших граждан. Именно наших граждан, что, ну, что если они, вы знаете, как действие, так и бездействие. Если гражданин будет бездействовать, видя нарушение такого масштаба, особенно вылов краснокнижных, да, семейства Осетровых, и проходит мимо, тот, который осуществляет добычу, он знает, ради чего он идет туда. Он понимает, что его, возможно, ждет, но не может такого, чтобы никто не видел. Особенно в наше время, да? Особенно в наше время, да. И проходя, просто прошел человек, и прошел, и не сообщил об этом правонарушении. Вот хотя бы до сознания достучаться граждан о том, что мы вместе, вместе должны сохранять, сохранить и таким образом приумножить наше богатство, ну, водно-биологических ресурсов. Вот здесь, я считаю, нужно очень плотно работать и общественным организациям, которые по рыболовству, которые там также производить популяризацию среди населения, что давайте своими руками, своими как-то, не просто сохраним, не только поможем органам рыбоохраны. Кстати, это очень важная, очень важная составляющая. Это помощь таким, как мы, это и сообщение нам давать, и принимать с нами совместное участие в поимке данных граждан, правонарушителей. Это очень важная составляющая, и этим нужно заниматься. Сколько, вы считаете, лет нужно, чтобы вернуть рыбу? Ведь она же была когда-то там. Ну, я не могу сказать конкретно, сколько лет, но такими способами предупредительного, грубо говоря, надзора, предупредительного, если, вот вы говорите, давайте обратимся к населению, давайте, я готов свой личный номер телефона дать, я непосредственно нахожусь в городе Волгодонске, и проживаю, и офис находится, сотрудники имеются, должностные лица Волгодонской инспекции. Я готов свой номер телефона дать, и просьба, особенно сейчас, когда есть возможность приумножить, благодаря пресечению массового изъятия, массового изъятия водно-биологических, незаконных водно-биологических ресурсов из среды обитания, если есть возможность это все пресечь, пожалуйста, сообщайте, сообщайте, даже не побоюсь, мы вместе с вами, присоединяйтесь к нам в рейдовые группы, и мы будем с вами вместе, вы увидите, как это, ну, нелегко, по крайней мере. Вы часто работаете ночью в ловле браконьеров, ночами, да, браконьеры, ребята опасные, да, то есть, насколько я знаю, даже на зоне браконьеры стоят отдельные когорты, с ними зэки не связываются, да, то есть, ну, я не знаю, есть ли в нашем регионе такие браконьеры, хотя, говорят, на море есть, и там тоже непростые ребята, которые там не один раз отсидели, насколько опасна работа, или бывают какие-то инциденты, вот, у вас, так сказать, с населением, когда работаете, особенно в ночное время, наверное. Ну, я вам скажу, в основном, в основном, конечно, очень много слышим свой адрес оскорблений, да, оскорблений, особенно в спину, там, выкрики, там, и так далее, и в то же время ты обращаешься, там, так, что у вас, какие-то вопросы, все, уже нет, уже или убегают, да, то есть, но, и скажу, что в прошлом году у нас был прецедент такого характера, а именно нападение на сотрудника при исполнении должностное лицо, это, значит, в сентябре 2020 года при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Заветинском районе Ростовской области по акватории реки Джураксал, значит, сотрудник наш совместно с общественностью, проводя рыбоохранные мероприятия, выявили незаконно установленные орудия лова в виде находовых ловушек, там, раколовки и так далее, большое количество, там, около, более 20 штук, вот, при изъятии из реки, дабы его описать и так далее, да, сделать документы, описать эти орудия лова, оберковать и так далее, те биоресурсы, которые находятся в данных орудиях, их надо выпустить согласно акту, в эту же естественную среду обитания, то есть определенный процесс. В этот момент появился на автотранспортном средстве гражданин, который сначала начал выкрикивать недовольствие, потом перешел в грубость, там, с использованием даже матерных, да, там, сленга, а затем он накинулся на действующего государственного инспектора с кулаками. И что это, то есть защищение законом, как милиция? Так точно, да, значит, этого гражданина успокоили, та общественность, которая также принимала, без рукоприкладства, он, там, в порывах, там, не знаю, ну, понятно, что разоглубки стоят деньги, он хотел заработать, да, да, это, значит, он не признал, что это его орудие лова, но по какой-то причине он угрожал, а после чего он и накинулся на действующее при исполнении должностного лица. И чем-то закончил для производителя? Значит, зафиксировали номер машины, вот, обратился, сразу же сделал сообщение старшему, старшей отдела и так далее. То есть, надо обязательно сделать сообщение, после чего направился в ближайший отдел полиции, подал заявление о нанесении ему телесных повреждений, после чего, значит, выявили данного гражданина и начались расследования по данному факту. Итак, в феврале месяце я вот и хотел бы, да, пользуясь моментом, обратиться к гражданам, особенно к недобросовестным гражданам, которые все равно, несмотря ни на что, будут осуществлять незаконную добычу водно-биологических резинов, а мы их будем выявлять и пресекать данные правонарушения. Вот я хотел бы специально, да, сообщить им о том, что в феврале 21-го года был осужден тот гражданин, о котором я говорил, значит, в Заветинском районе по статье 318 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за применение насилия в отношении представителя власти, то есть должностного лица. Значит, суд признал виновным данное лицо и вынес наказание в виде 50 тысяч рублей ему наказания. Однако, однако, кто говорит, мало, но он признан виновным и у него уже судимость будет, она и есть уже. И так будет, кто, я думаю, что у кого в мыслях есть эти намерения, то пусть они знают о том, что мы защищены То есть, ну, ты видишь, хорошо получается, что часть первая, что он никакого не принес, получается, что он там не синяков не поставил, но часть первая получается без вреда здоровья. Там были у него телесные, но они были легкие, да. Но это, скорее всего, повезло осужденному.